Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых неримам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня неделя Святых Отец, неделя перед Рождеством Христовым, и во всех храмах Православной Церкви читается Евангелие, первая глава от Матфея, с которой начинается Священное Писание Нового Завета. И когда человек для себя делает попытки открыть Евангелие, он всегда натыкается на одну и ту же фразу. Авраам родил Исаака, Исаака родил Якова, Яков родил Иуду и вся патриархи, и так далее. И вот он читает первая, вторая, десятая строчка, и вот это перечисление фамилий, причем в таком мужеском роде, ничего не понятно. Закрывает, и потом его спрашиваешь, «Ну ты Евангелие читал?» Он говорит, «Да, читал, ничего не понял, кто там кого родил. Но ведь для того, чтобы Господь себя открыл, необходимо пождание, необходимо вот это терпение и некоторое усердие. Но сделай еще один шаг, сделай еще один шаг, но дойди до 19 стиха. Там же все начинается, там начинается тайна. Иисус Христово Рождество, Си-Ци-Бе. И дальше идет рассказ о том, как случились события Рождества Христова, что Мария, обрученной Иосифом, явился ангел и сказал ей, что благословенно ты в женах, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Но это перекликается с Евангелем от Луки, который рассказывает об этом же событии, но немножко более развернуто. И вот Мария понесла в своем череве Иосиф, будучи праведен, заметил, что с его супругой, обрученной ему для охранения ее чистоты и девства, происходят физиологические изменения. И вот он, будучи праведен, решил для себя взять позор. Я лучше ее отпущу, и пусть я прослыву ослом, которого бросила жена, но не допущу, чтобы исполнился жестокий закон, когда женщина, изменив мужа, должна быть убита публично. Потому что дьявол смущал его этими мыслями. И вот во сне ему является Архангел Гавриил и говорит, «Иосиф, не бойся принять жену, потому что рожденная от нее, от Святого Духа». И он успокоился. И дальше ждал исполнения Божьей воли. Уже мы слышим слова, которые нас готовят через несколько дней к приходу в мир Христа Спасителя. Но для того, чтобы человек родился в мир, необходима была вот эта история. История рода, потому что иудеям, для которых Матфей писал Евангелие, было очень важно и принципиально знать, соблюдается ли здесь закон Моисеев, соблюдаются ли пророчества пророков, тот ли это Мессия, о котором говорили пророки. И поэтому Матфей начинает родословие от Авраама. У Луки в Евангелии тоже есть родословие, но оно идет от Христа. Христос был сын, как мы знаем, сын Иосифов, там дальше, 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 дальше. И заканчивается Сифов, Адамов, Божий. Через людей родословие Христа доходит до Бога Отца. Христос — Он и Бог, Сын Божий, и человек, Сын Марии. В Нем соединились два естества, две природы — божеская и человеческая. И именно поэтому Он, как Бог, нас будет судить и миловать, и как человек, Он нам близок, Он нам понятен. И так всегда хочется немножко заглянуть, ну вот за эту занавесь, истории, веков, евангельского повествования. Хочется немножко додумать, а как это все было. Потому что Евангелие, оно, конечно, говорит нам о событиях во время Оно. Но хотелось и всегда дорого, когда кто-то из проповедников, писателей, он может так целомудренно открыть, то есть не нарушая каких-то таинственных вещей, но чуть лучше рассказать о том, как Христос жил, как Он чувствовал, как Он общался, как Он переживал, вот именно по-человечески, чтобы нам стало еще ближе и еще дороже. Мы идем навстречу Рождества Христова. Идем вместе с Авраамом, Исааком, Яковом, Давидом, Иосифом и всеми близкими, родными и апостолами. Потому что вновь и вновь Церковь дает нам возможность прожить то, что случилось 2022 года назад в городе Вифлееме, в Вифлеемской пещере. И мы ждем. Вот-вот это произойдет. Немножко еще потерпим. Господи сил, помилуй нас.